Это здание, в котором располагается Центральная детская школа искусств, или, как её называют в народе, музыкальная школа, хотя и находится территориально почти в центре города, но спрятана от нас горожан внутри одного из кварталов. В начале прошлого века его построили на окраине, в модном подреволюционном временам, к стиле красно-кирпичной архитектуры. Его возникновение вот здесь, недалеко от улицы Цвилинга современной, это не случайно, это как бы вектор развития города. То есть Центральная часть города и Челябинская пригородная слобода, то есть около железнодорожной станции, должны были объединиться. Вот школа, как мне кажется, это такой признак объединения. Стройка началась в 1905-м и завершилась в 1911-м году. Здание, которое изначально было одноэтажным, возвели для училища. В нём чтению письму обучали мальчиков и девочек старше 10 лет. Пришедшие к власти большевики оставили в этих стенах школу, но из-за пропаганды идеи бесплатного и общеобязательного образования, чего не было в Царской Руси, школа перестала справляться с наплывом учеников. Поэтому в 20-х настроили второй этаж. И на удивление сделали это филигранно, повторив все элементы декора первого этажа. Примечательной особенностью архитектурных зданий является пилястры. Они здесь на каждом углу и поддерживают вертикаль здания. И во время перестройки в 30-е годы их также повторили на втором этаже. Это как бы придает зданию возвышенность, высоту, динамику. То есть оно само-то невысокое. Сегодня, глядя на это здание с фундаментом из чесаного камня и циркульными оконными проемами, трудно поверить, что оно могло и не сохраниться до наших дней из-за хрущевского и брежневского строительного бума. С 50-х судьба этого здания висела на волоске. Район активно застраивается высотками. И шанс возвести на этом месте какую-нибудь пятиэтажку был слишком велик. Однако от сноса это здание спасло именно то, что внутри находилось образовательное учреждение. И именно благодаря этому факту оно на долгие годы стало главной архитектурной достопримечательностью квартала. В начале 90-х школа меняет формат. Теперь это не общеобразовательная, а детская школа искусств. Родители привозят сюда творческих детей со всего города в надежде вырастить из них в перспективе не меньших талантов, чем Глинка, Мусорский и Чайковский. Дмитрий Лазарев, Антон Захаревич, ОТВ.